Есть люди, которые всегда идут протарённой дорожкой, а есть люди, которые сами прокладывают новые пути, смело шагают по ним и ведут за собой других. Именно такой человек работает в Поспелихинском районном центре детского творчества. Это Лариса Геннадьевна Пономарёва. Умение чувствовать пульс современной жизни, соответствовать требованиям времени, умение расставлять приоритеты и в своей работе исходить из интересов ребёнка отличает Ларису Геннадьевну от других педагогов. Эти качества помогли создать для старшеклассников ряд объединений, программы которых призваны закладывать основы гражданско-общественной деятельности, формировать активную жизненную позицию, помогать ребятам программировать своё будущее. Более 15 лет прошло с того момента, когда летний слёт актива старшеклассников района в палаточном лагере стал основой нынешнего лидер клуба «Рассвет». Возможность саморазвития и самореализации, активные формы работы, креативные идеи увлекли ребят. А внимание Ларисы Геннадьевны к каждому ребёнку, её принцип «принять, понять, поддержать» помогают поверить в свои силы. Ребята не только научились выдвигать идеи, но стали авторами, организаторами, ведущими многих районных мероприятий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Пономарёвой Ларисы Геннадьевны я занимался в лидер клубе «Рассвет» 4 года. На её занятиях мы часто разговаривали по душам, спорили, высказывали своё мнение и не боялись отстаивать его. Я вспоминаю частые разговоры с Ларисой Геннадьевной об уважении к людям труда, к любви своей малой родине. Я рад, что на моём пути встретил такого замечательного человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Используя наработанный опыт, Лариса Геннадьевна передавала свои знания школьным лидерам. Её усилиями в каждой школе района были восстановлены ставки старших вожатых и созданы детские подростковые организации, которые объединились в районную общественную организацию «Звёздная страна». Всё это в тесном сотрудничестве с АК СДПО «Алтай». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаю я Ларису Геннадьевну уже более 20 лет, даже 25 лет. Человек, который действительно профессионал из профессионалов, яркая личность. Вот, как говорят, гражданин, патриот, лидер, организатор, который умеет за собой вести, может за собой вести. Человек, который нестандартный, неординарный. Человек, который может кинуться в любой эксперимент, закрутить любой поиск нового, интересного, творческого, яркого. Отличительная такая хорошая у неё черта педагогической деятельности – это является научная обоснованность. Очень великий методист с научным подходом. Делится постоянно опытом новых, нового поиска, новых экспериментов, новых технологий, новых интересных, уникальных находок. Берёт на вооружение всё, что услышит, увидит в Российской Федерации в молодёжной политике, в детском движении. Как педагог очень умело, красиво может построить вот такие партнёрские отношения взрослые-дети, дети-взрослые. Мы очень часто обращаемся к Ларисе Геннадьевне за помощью вести курсы повышения квалификации педагогических работников в рамках проведения «Лидера Алтая», который проходит у нас в январе месяце, сбора актива детских и молодёжных организаций. Международной летней детской деревни на федеральный уровень, я бы сказала, даже уже на международный уровень, Лариса Геннадьевна очень профессионально выступает в роли яркого шефа-наставника. Лидер клуб «Рассвет» дал начало и детско-юношескому информационному агентству «Саквояж». Со страниц районной газеты «Новый путь» и экрана районного телевидения юнкоры рассказывали о новостях и событиях школьных организаций. Но главное – поднимали проблемы, актуальные для подростков, помогая тем самым своим сверстникам формировать гражданскую позицию. В последующем ребята из «Звёздной страны» активно включились во всероссийский конкурс «Я – гражданин России». 15 лет назад мы начали проект «Гражданин», и в этот проект активно включился замечательный талантливый педагог Лариса Геннадьевна Пономарёва. Она пришла со своими ребятами с новыми идеями и проектами. Но она не только их учила разрабатывать проекты, а учила их, как стать настоящими людьми. Ведя за собой, она привела их и в профессию, многие из них стали учителями, и в социальную сферу, и в быт. Талантливый педагог – это не только тот человек, который даёт знания, но и тот человек, который учит и показывает, что значит быть гражданином и достойным жителем своей большой и малой родины. Поэтому, работая с Ларисой Геннадьевной, мы стремились не только вовлечь её ребят и её в активную деятельность, но и взять от неё те новаторские качества и инициативы, которые могли бы помочь молодым педагогам стать такими же двигателями вперёд для своих воспитателей. Президентская инициатива «Наша новая школа» на первый план выдвинула воспитание активного, творчески мыслящего, способного самостоятельно добывать и использовать знания человека. Три года назад под руководством Ларисы Геннадьевны Пономарёвой на базе Центра детского творчества появилось научное объединение учащихся «Продвижение». В первую очередь стояла задача заинтересовать учителей и дать им навыки ведения исследовательской работы. Были организованы обучающие семинары, лектории, консультации с привлечением краевых специалистов. Главным событием районного НОУ становятся ежегодные научно-практические конференции для одарённых школьников и молодёжи. Очень хорошо, что есть такой человек, за которым можно пойти, которому можно довериться. И когда Лариса Геннадьевна организовала в нашем районе научное общество учащихся, то мне пришлось в своей школе стать руководителем такого НОУ. И очень радостно осознавать, что вот уже за три года у нас очень хорошие результаты. Ребята побеждают на районных конференциях, на краевом уровне. И это даёт им возможность двигаться вперёд. И вместе с ними двигаемся мы, их преподаватели. И этому учит нас Лариса Геннадьевна. На своих семинарах, собирая нас, она учится сначала сама, потом учит нас, а мы передаём это ребятам. Мне хочется сказать, что именно поддержка одарённых детей осуществляется научным обществом учащихся и продвижением. То есть эти дети не остаётся без внимания научных руководителей, без внимания профессорско-преподавательского состава наших вузов в крае. Это благодаря, конечно же, Ларисе Геннадьевне Пономарёвой. Эти дети имеют перспективы в поступлении в высшее учебное заведение и занимаются именно научно-исследовательскими проектами уже в вузах в крае. Желание постоянно двигаться навстречу новому, развиваться, совершенствоваться, а значит быть интересной и необходимой детям, не позволяют Ларисе Геннадьевне останавливаться на достигнутом. Она готова идти только вперёд. Говорят, что в этой жизни ничто не происходит случайно. Видимо, не случайно в моей жизни был Всероссийский детский центр «Океан», где я проработала три года. Именно «Океан» помог мне связать всю мою дальнейшую судьбу с детским общественным движением и с дополнительным образованием детей. В своей работе главным считаю помочь каждому ребёнку поверить в свои силы и научиться быть полезным тем людям, которые находятся рядом с ним. На свете можно по-разному жить, в горе можно и в радости, вовремя есть, вовремя пить, вовремя делать гадости. А можно и так, на рассвете встать и, не помышляя о чуде, солнце с неба рукой достать и подарить его людям. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.